Китайский марсианский аппарат Red Star Rover, работающий на поверхности планеты в составе миссии SkyWen-1, сумел получить неожиданные данные о геологии и климатической истории Марса. Ровер среднего класса напоминает американские машины старых поколений, но для Китая это первое успешное приземление на Красную планету и важный технологический прорыв. Аппарат был доставлен в 2020 году, после того, как Китай уже имел опыт посадок на Луну. До этого лишь три космические программы могли сесть на Марс – советская, британская и американская. Самой успешной остается НАСА, которая с 1970-х годов отправляет на Марс посадочные модули, крупные роверы и даже небольшой вертолет. Для снижения риска китайские инженеры выбрали спокойный участок в северной части планеты – регион Union Plains, который, по гипотезам, когда-то был дном Древнего океана. Несмотря на ровный рельеф, именно здесь скрывались слои грунта, способные пролить свет на водную историю Марса. Примечательно, что в этом же районе американский аппарат 1970-х годов впервые получил странные результаты в эксперименте с реголитом. После добавления питательного раствора выделился углекислый газ. Что одни специалисты считали возможным признаком жизни, а другие – ошибкой. Существует мнение, что чрезмерное количество влаги могло уничтожить сверхустойчивые микроорганизмы, если они там были. Red Star Rover сел на поверхность по схеме, похожей на старые американские посадочные системы – парашют, затем тормозной двигатель и мягкое касание на опоры. Несмотря на ограниченный срок службы – всего 90 суток, аппарат работал почти год, исследуя окрестности с помощью камер, каменного лазера и глубинного радара. Именно радар дал самые важные результаты. Под песками, на глубине 1035 метров, он зафиксировал десятки наклоненных слоев минералов, которые когда-то содержали воду. Это похоже на окаменевшую береговую линию. Судя по глубине слоев, водные процессы длились миллионы лет, и северные низины планеты действительно могли быть океаном. Это подтверждает, что Марс имел длительные периоды влажного климата, а не краткие всплески. Но особенно удивило другое – аппарат обнаружил соляные корки на вершинах длинных песчаных дюн. Они слишком тонкие и хрупкие, чтобы сохраняться под постоянными ветрами, если бы не образовались быстро. Наиболее вероятное объяснение – периодические таяния льда в результате климатических циклов. Вода просачивалась в верхний слой грунта и оставляла солевой налет, похожий на твердый цемент. Анализ позволил предположить, что такие увлажнения происходили всего около 400 тысяч лет назад, совсем недавно по геологическим меркам и во времена, когда на Земле уже существовали древние люди. Эти выводы полностью меняют представление о марсианском климате. Если планета периодически нагревалась из-за смещения орбиты и наклона, то на ее поверхности время от времени могла появляться жидкая вода, а значит, и кратковременные условия для микробной жизни. Возможно, такие организмы существовали в прошлом, а первые марсианские эксперименты Земли могли ненарочно их уничтожить. Ровер Red Star Rover проработал 358 марсианских суток. В 2022 году его отправили в спящий режим из-за огромной пылевой бури. Связь больше не восстановилась, но миссия уже принесла достаточно данных, чтобы изменить научные представления о Марсе. В 2028 году Китай планирует миссию SkyVen Return, которая должна доставить на Землю образцы грунта. Только лабораторные исследования на Земле смогут дать окончательный ответ, была ли когда-либо жизнь на Марсе. А если она существовала, надеемся, что в этот раз человечество не упустит шанс ее понять. Субтитры создавал DimaTorzok